Началось потопление. Провести мероприятие по развертыванию эвакопункта на базе МБУ МКС Русь. Быть готовим к строящей размещению эвакуированного населения. С такой вводной в Крымске начались командно-штабные учения. Они сейчас проходят во всех регионах России, в том числе и Краснодарском крае. В первую очередь спасатели, пожарные, лесничие должны отработать ситуации, связанные с лесными пожарами и наводнениями. Обеспечить безопасность местного населения. По легенде, из-за проливных дождей уровень воды в реке Адагум превысил критическую отметку. В считанные минуты в городе был развернут сборный пункт для эвакуации населения. Одновременно он может принять около ста человек. Здесь людей, прежде всего, переписывают, фиксируют. И идет небольшое питание, чтобы подкрепить людей. Взять с собой документы, теплые вещи, сухой паюк. Тревожный чемоданчик должен быть в каждом доме. И не паниковать. Впрочем, как вести себя, если возникла угроза затопления, большинство местных жителей знают не понаслышке. Еще помнят события лета 2012 года, когда часть Крымска ушла под воду. На всероссийских учениях МЧС пожарные, спасатели, полиция и местные власти отрабатывают взаимодействие в самых разных чрезвычайных ситуациях. В 10.25 утра в единую дежурно-диспетчерскую службу поступает звонок от жителя села Мерчанское о возгорании леса. Из-за сильного ветра огонь распространяется стремительно. Есть угроза, что он перекинется на жилые дома. Так в Крымском районе начался второй день учений. В 10.27 первым на место лесного пожара приезжает трактор. Главное успеть выпахать защитную полосу, чтобы огонь не мог двигаться дальше. Через полторы минуты прибыли огнеборцы и спасатели. С пожаром в лесу огнеборцы справились за 10 минут. Угрозы жилому сектору нет. Всего в учении было задействовано 10 единиц техники, полсотни пожарных и спасателей. Сымитировано тушение низового пожара, который наиболее часто возникает в лесном фонде, но они менее ущербные. Сейчас в Краснодарском крае установилась сухая и ветреная погода. Есть угроза возникновения как лесных пожаров, так и возгораний в частном секторе. Всему виной еще и опасная традиция поджигать весной сухую траву на приусадебных участках. А также неосторожное обращение с огнем. В Крымском районе уже зарегистрировано 23 подобных возгорания. Два человека погибли. Еще столько же получили ожоги. Сейчас ситуация осложняется тем, что в преддверии майских праздников население города и района в любом случае будут выходить на пикники в лесные массивы. Поэтому сейчас проводятся профилактические мероприятия в виде освещения требований и мер пожарной безопасности. А это еще одна водная. На этот раз для спасателей под мостом находится мужчина. Самостоятельно выбраться не может. Обрыв в этом месте слишком крут. Поднять его можно только с помощью альпинистского снаряжения. Артем Романенко приходит на помощь крымчанам уже почти 4 года. Приходилось доставать людей из покореженных в авариях авто из-под завалов. Сегодня он работает на высоте больше 10 метров. И теперь его жизнь в руках коллег по службе. Как говорил мой учитель, когда мы учились, страх это нормально. Но в этот момент это становится как риск, риск оправданный. То есть четко знаешь, что ты делаешь, уверен в своих товарищах, полностью все готовы. И о страхе уже как такового разговора нет. Просто ты делаешь свою работу, которую ты знаешь и выполняешь ее. Благодаря слаженным действиям спасателей пострадавшего достали из-под моста. Позже передали в руки медиков. До этого все отрабатывалось. Есть какие-то недоработки, но в основном спасатели отработали хорошо. В течение трех дней спасатели пожарные и сотрудники МЧС отрабатывали навыки взаимодействия между собой. Экстренным службам специалисты поставили твердую четверку. Теперь они работают над ошибками. Чтобы не в учениях, а в реальной ситуации стихия не застала людей врасплох. Инна Шимаева, Владимир Попов, Анатолий Мазжухин. Телерадиокомпания «Крымский экран». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...